Добрый день, дорогие друзья! На нашем с вами любимом библейском портале «Экзигет» продолжаем с вами беседы, размышления с тем, кому это интересно, на тему войны и Библии. В предыдущих беседах я зачитал вам из выдающегося произведения святителя Николая Сербского «Война и Библия» некоторые глубокие размышления святителя Николая на основании священописания Ветхова и Нового Завета на вот это тяжелейшее испытание, тяжелее и хуже которого нет в истории человечества, которое называется одним коротким словом «война». А сегодня, дорогие друзья, хотелось бы, подводя краткий итог, сказанному в предыдущих двух беседах, еще раз вам зачитать вывод, который сделал святитель Николай в своей книге. Существует неотвратимый закон греха. Война человека с человеком – это следствие войны человека с Богом. Войну родителей против Бога продолжают дети, ратуя друг против друга. И сегодня хотелось бы вашему вниманию, дорогие друзья, предложить некоторые наблюдения уже из современной жизни об одной, может быть, не для всех очевидной причине войны. Какова эта причина? Хочется сразу подчеркнуть, дорогие друзья, не единственная причина, не единственная, но одна из причин, очень важных, но, к глубокому сожалению, не столь очевидной для всех. Обращали ли вы внимание, дорогие друзья, во что играют ваши дети? Я имею небольшой опыт посещения общеобразовательных школ, идем вместе с директорами, с педагогами во время перемены по школьным коридорам. Старшеклассники, средние классы, пятый, шестой, седьмой, восьмой, все коридоры переполнены подростками, которые буквально сидят на полу. Кто-то опирается на стену, у всех телефоны, некоторые детки стоят кучкой вокруг, так сказать, одного телефона, даже не замечают, что проходит директор или педагог, не могу вспомнить такого в наше время, чтобы мы, когда мы знали, что идет директор, мы сразу буквально все взбадривались. Тут даже не замечают, что кто идет по коридору. Иногда подхожу так с улыбкой, спрашиваю, ребятки, что смотрим? Вот играем. А во что играете? Они ко мне поворачивают экран. Как правило, игра одна и та же. Вот это компьютерная графика, максимально приближенная к реалистичной, какая-то городская застройка, какие-то лабиринты, бегают какие-то там непонятные, какие-то персонажи, стреляют, крики, стрельба, взрывы и так далее. То есть атмосфера войны. Заходим в класс. Та же самая обстановка. Кучками сидят ребятишки, тоже вокруг телефона. Спрашиваешь, ребят, здравствуйте, ребят. Ну, они неохотно отрывают глаза от вожделенного телефона. Чем занимаетесь? Да вот играем. А во что играете? Да вот война. Что интересно, когда подростков разного возраста, там 14 лет, 15, 16, 17, даже молодых людей, уже 20, 21, 22, уже юноши, которые учатся в институте, неоднократно спрашивают, тебе нравится в это играть? Он говорит, ну, не знаю, все играют, и я играю. А что тебе здесь нравится? Ну, просто убиваю время. Или говорят, ну, играю, чтобы убить время. Удивительно, по крайней мере для меня, интересный фактор, что дети, не сговариваясь друг с другом, самые разные дети разных возрастов, дают один и тот же ответ – играю, чтобы убить время. И когда я задаю следующий вопрос, слушай, а зачем убивать время? Разве время дано для того, чтобы его убивать? Ну, как правило, подростки 14, 15, 16 лет ответить на это никак не могут, просто поводят плечами. Ну, юноши 20 и более лет говорят, ну, убиваю время, ну, чтобы чем-то заняться. Наши дети играют в войну, их ум и сердце, их эмоциональный мир погружен в атмосферу войны. Если говорить о содержании компьютерных игр, дорогие друзья, я не думаю, что я сейчас сделаю большое открытие Америки, потому что на эту тему говорят и многие, и педагоги, и психологи, и предостаточно сейчас информации на эту тему, вы ее можете легко найти. Я думаю, вы сами со мной согласитесь. Если учитывать, что ребенок, подросток и молодой человек так эмоционально погружается, и ему тяжело отличить реальную жизнь от виртуальной, но он погружается в атмосферу войны. Система координат в этих играх такова, что там, даже если посмотришь на положительных персонажей, их тяжело отличить от отрицательных. Какой-то положительный герой может быть внешне настолько безобразный, отталкивающий, отвратительный, страшный, и ему симпатизирует, или как бы на его стороне находится в данном случае игрок, подросток или ребенок, но так или иначе, они играют в войну, чтобы убивать время. Если вы, дорогие друзья, может быть, сейчас кто-то возразит, кто будет меня сейчас слушать, если вы считаете, что это не имеет отношения к их духовному состоянию, к их будущей жизни и к реалиям жизни, в которой мы живем, если вы так думаете, вы глубоко ошибаетесь. Не менее интересно, дорогие друзья, реакция взрослых, потому что и со взрослыми, и с родителями самыми разными мне лично приходилось. Я просто вам делюсь своим маленьким опытом. Когда задаешь вопрос родителям, вы знаете, во что играют ваши дети? Вам это нравится? То, как правило, диапазон ответов взрослых людей, ну тут, как тут не вспомнить маятник на часах, это, так сказать, как бы из одной крайности в другую. Ответы, как правило, начинают таких, ну, пожимают плечами, там, мама или отец говорят, ну, что я могу сделать? Ну, я ему объясняю, объясняю, мой оболтус меня просто не слушается, так сказать, я уже и запрещаю, он, ну, уходит в школу, он все равно продолжает играть. Один вариант ответов. Следующий вариант ответов, когда родители говорят, ну, хорошо, ну, по крайней мере, я хоть могу чем-то заняться дома. Я знаю, он меня, по крайней мере, не трогает, он там сел, все в комнате что-то занимается, я спокойно, что он дома. Я там что-то, успеваю что-то сделать, может, даже сама успеваю с подругами пообщаться в соцсетях, но я знаю, он хоть чем-то занят, по крайней мере, он не где-то в подворотне. Вроде бы, как бы такое оправдание косвенное. Мама или отец, они понимают, что это вроде бы плохо, тратить время, убивать время, вместо того, чтобы делать уроки, или заниматься спортом, или чем-то полезным, развивающим, что ребенок сидит, уткнувшись, прошу прощения за такую фразу, в свой телефон, но не считает нужным как-то это предотвратить. И самый, пожалуй, крайний вариант, приходилось слышать такое, даже встречный, даже такой упрек. А что вы предлагаете? Запрещать? Вы предлагаете запрещать? А какой только запрещать? Ну, ладно, я запрещу ему дома, но он пойдет в школу, он все равно будет играть. Что вы предлагаете запрещать? Сейчас в наше время ничего не запретишь. Кстати, дорогие друзья, позвольте, вот как раз на этот упрек постараюсь предложить такой вариант ответа. Я, как правило, задаю вопрос таким родителям, которые меня спрашивают, а что вы предлагаете запрещать? Я говорю, если ваш малолетний сын или дочь, допустим, идет в ванну комнату, откроет какую-то жидкость для чистки сантехники и захочет глотнуть, и вы это увидите, вы будете мгновенно действовать. Вы не будете себя останавливать вот этими слишком широко трактуемыми и ложно понимаемыми понятиями о правах ребенка, о его желании познать этот мир, когда для вас очевидна опасность для его жизни, вы будете действовать мгновенно. Вы действительно ему запретите глотнуть эту едкую жидкость. Почему? Потому что для вас в данный момент очевидна опасность для его жизни. Если вы так спокойно относитесь к тому, что ребенок убивает время в компьютерных играх, основное содержание которых – это война, насилие и убийство, значит, для вас, для вас, для родителей, неочевидна опасность для его души. А жаль. Сразу хочется, дорогие друзья, потому что я предвижу и много раз слышал, такие упреки, говорят, а что, вы думаете, что там оградитель, там верующих людей или своих детей от вот этого влияния? Сейчас без этого невозможно, сейчас без этого невозможно. Хочу сразу на это ответить, дорогие друзья. Давайте не будем путать. Одно дело – компьютер или телефон, без которого, может быть, сейчас действительно нельзя. Одно дело – использовать его в своей профессиональной деятельности или даже смотреть новости в соцсетях, как часто делают взрослые люди. Но совсем другое дело – это компьютерные игры, которые специально создаются, совершенствуются, в данном случае, в кавычках, можем сказать, слово «совершенствуются», где как раз все более и более реалистично, приближена к реальности атмосфера чего? Еще раз повторю – атмосфера войны, насилия и убийства. Выросло уже, наверное, целое поколение молодых людей, которые убивают время в атмосфере войны. Думаем ли мы, дорогие друзья, мы – родители, что это не будет иметь последствий для их жизни? Если думаете, что не будет иметь последствий, глубоко ошибаетесь. И в заключение, что хочется сказать, дорогие друзья? Даю себе отчет. Может быть, мои слова и не всем понравятся. Если перефразировать известную поговорку «Скажи мне, кто твой друг, я скажу тебе, кто ты». Если ее перефразировать, можно сказать следующим образом. «Скажи, во что играют твои дети?» Я с большой долей вероятностью скажу, какое будущее они нам готовят. И в заключение вспомню слова одной очень замечательной песни группы «Любэ». «Любовь, она там, где все зависит от Бога и немного от нас». Дорогие друзья, то, что от нас зависит. Ясное дело, если вы можете возразить, и возразите справедливо, что испытания такие, как война и другие бедствия, не от нас зависят, но есть то, что зависит лично от нас. Обратите нам внимание на то, как проводят время, свое свободное время, как время, еще раз подчеркну, убивают ваши дети. Обратите на это внимание. Постарайтесь со своей стороны сделать все, чтобы они, их эмоциональный, интеллектуальный мир, не был погружен в этот виртуальный мир войны. Сделайте со своей стороны, с Божьей помощью, все, чтобы они там не пребывали. И вы увидите, как их жизнь изменится. Пожалуйста, сделайте для себя выводы, кто желает. И будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.